Крупнейший вещевой рынок на юго-востоке столицы. Конец рабочего дня. Но продавцам меховых изделий не до отдыха. С недавних пор здесь творится настоящее меховое безумие. Потенциальных клиентов заманивают изощрёнными маркетинговыми ходами. От собалька. Хотите? Это тоже писец. Обещают скидки. Давайте сделаем скидку, чтобы не думать, а что думать. Время на раздумья и вправду уже вышло. С 5 декабря все меховые изделия без специальной маркировки вне закона. Но на этом рынке подобные серые шубки в каждом втором павильоне. Половина чипирована, половины нет. Там надо продать. Каляева две фабрики закрыли. Садовод закрыли. Сегодня черкижон, говорят, закрыли. А ведь у них было почти полгода, чтобы вывезти весь нелегальный товар из тени. С 12 августа по новым правилам Евразийского экономического союза каждая шуба в России должна быть промаркирована. И, по словам инициаторов, нововведение уже принесло свои плоды. Промаркировано более 2 миллионов меховых изделий. И это в 8,5 раз больше, чем статистические данные за 2015 год по производству и импорту шуб. Шуба должна иметь так называемый КИС, контрольный идентификационный знак или по-простому ЧИП. С его помощью можно отследить всю информацию об изделии. ЧИП уже окрестили меховой акцизной маркой. Товар, значит, он у нас изготовлен из норки. За последние полгода масштабные проверки прошли почти по всей стране. Новосибирск. Установлено многочисленные нарушения законодательства. Огромное количество меховых изделий без маркировки представлено. Москва. Вы на имя Гринпис? Нет, мы не Гринпис. Мало того, что продавцы мягкого золота не утруждают себя чипированием товара, так еще качество и происхождение всех этих соболей и норок вызывает немало вопросов. Я отдавала деньги за норку, а что это оказалось за животное, может установить только человек, обладающий специальными познаниями. Мария отдала за шубу 130 тысяч рублей, но поносить обновку не успела. Через несколько дней после покупки шуба стала линять. С Татьяной из Обнинска случилась та же история. Не прошло и недели, как плотный австралийский мех ее нового мантон начал редеть. А вот проплешина. Спрашивается, что здесь может тереться, вот в этом месте, что образовалась проплешина? Что? Жительница Новосибирска Екатерина и вовсе подала в суд на меховой магазин, в котором ей продали некачественное изделие. Дело выиграла, но по иронии компенсацию ей возместили не деньгами, а все теми же шубами. Забила шкаф шубами, ну потом потихоньку по знакомым все продалось, вот одна шубка осталась. Недобросовестные продавцы зачастую идут на любые уловки, чтобы продать свои товары, чего только порой не придумывают. Папа норка, мама бобера, называется митиция. Опытные зоотехники шутят. Мех такой бобра норки, возможно, экзотический, но некачественный. Уже давно на животных из дикой природы легальные бизнесмены не охотятся. Норок и лисиц выращивают на специальных фермах. Все животные у нас племенные. Они имеют племенные карточки. Вот сейчас мы движемся. Это молоднячок этого года. Заводчики к судьбе своих подопечных относятся философски. Хотя у этого бизнеса много критиков, особенно среди зоозащитников. Но их аргументы не трогают сердца истинных фанатов меха. Для северной столицы шубы – историческая необходимость. А наведение порядка на этом рынке – необходимость экономическая. Поэтому легальные фабрики появлению чипов только рады. Говорят, это очистит рынок от серых конкурентов. Эти норковые шкурки совсем скоро станут полноценной шубой. Здесь в руках скорняков рождаются настоящие меховые шедевры. Чтобы изделие получилось качественным, мастера тщательно подбирают материал по цвету, оттенку и размеру. После делают специальные отметки и отправляют к мотористкам. Это будет куртка из Соболя. Она будет очень теплая и практичная. Производственный процесс на фабрике словно хорошо отлаженный механизм. У каждого сотрудника своя специализация. Людмила, например, работает с норкой. Алексей – эксперт по Соболям. По цвету Соболя основной признак – это седина. Чем больше седины, тем считается Соболь ценнее. Еще один немаловажный момент – правильное хранение меха. И необработанные шкурки и уже готовая продукция висят в специально оборудованных холодильных камерах, где поддерживается определенная температура и влажность. Влажность самая губительная для меха, поэтому влажность даже не превыше 60%. Неизвестно, в каких условиях хранятся меховые изделия на рынках. Доля отечественных шуб в продаже невелика – около 5%. Остальные 95% привозят из Китая, Италии, Турции и Греции. Притом 9 из 10 привезенных шуб – серый импорт. В августе сотрудники Домодедовской таможни задержали крупную партию норковых шуб на 160 миллионов рублей. Товар был оформлен как дешевый китайский трикотаж. Сейчас же ввести в страну меха в обход ФТС станет непросто. Товар из-за границы обязательно должен получить на таможне чип. И тогда покупатель, как Остап Ибрагимович Бендер, легко отличит мексиканского тушкана от шанхайского барса. Анастасия Некрасова, Антон Кыков, Сергей Евдокимов и Андрей Семенов. Вести. Дежурная часть.